Здравствуйте! Это программа события. Мы работаем в прямом эфире о том, чем живет Самара. Сегодня вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пейнер. Главная тема выпуска. Беззаботная пора. Прощай. 1 сентября в Самарской области за партой сели 37 тысяч первоклашек. Антидопинговая проверка на дорогах. Общественники контролируют качество ремонта улицы Алексея Толстого. Каждая копейка на счету. Жители научат ЖКХ премудростям. Самый важный день для всех, кто учится и учит. 1 сентября в России день знаний. В городские школы Самары сегодня пришли 117 тысяч учеников. Из них больше 13 тысяч первоклассники. Торжественные линейки прошли во всех учебных заведениях. На одну из них в Самарском спортивном лицее побывал Олег Зверев. 60 первоклассников, а всего 650 учеников пришли 1 сентября в классы Самарской кузницы чемпионов. Победители и призеры Олимпийских игр, мастера спорта и тренеры учились в спортивном лицее. 1 сентября всегда волнительный день как для детей, так и для педагогов. 1 сентября очень волнительная дата. Для нас это как второй Новый год. Мы собираемся, наряжаемся, встречаем всех и школьный путь вперед. Школу хочется, но, не знаю, именно 1 сентября. Друзей много и интересно в школе проводить. Дома не знают, что делать. И в школе чем-то занят все время. Ребенок идет в 4 класс, класс выпускной. Ну а сейчас на душе празднично, потому что это день знаний. И как с своего детства осталось, что это весну. Праздник детства, счастья, радости. Впереди учеба, всем хорошего настроения и отличных отметок. В Самарском спортивном лицее уже весной начнут ремонтировать фасад. Здание на Божском проспекте расположено на гостевом маршруте чемпионата мира по футболу. К тому же это набережное, лицо города. Об этом школьникам рассказал глава города Олег Фурсов, который приехал на торжественную линейку, чтобы поздравить их с Днем Знаний. В этом году более 700 ребят нашего города получили золотые медали. А 70 выпускников стали стопальниками. Трое из них стопальниками по двум предметам. Это тоже большое достижение. В первую очередь педагогов, ну и, конечно же, родителей и самих детей. После торжественной линейки первый урок в одном из классов спортивного лицея его провел глава города. Если ты чего-то желаешь, очень сильно желаешь, недосягаемого, но желание велико, то потом, через какое-то время, вся вселенная начинает тебе помогать. Вот в этом есть очень большая такая хорошая правда. И я в своей жизни много раз убеждался в том, что мечты детские, если о них постоянно заботятся, они становятся реальностью. Но если вас интересует сегодняшняя ситуация в городе, я могу несколько слов вам сказать, это новые дороги строятся, ремонтируются старые, очень качественные. Город преображается, появляются новые спортивные объекты. У нас порядка 100 спортивных площадок за это время построены. На еще один праздник Олег Фурсов приехал уже не как мэр, а как родитель. В первый класс он привел младшего сына Дмитрия. Он будет учиться в медико-техническом лицее. Торжественное собрание прошло во дворце культуры «Звезда». Управдомов тоже посадят за парты, только не для уравнения диктантов, а чтобы научить грамотному распоряжению своими деньгами. Правительство Самарской области проводит семинары, на которых рассказывают, как правильно выстроить отношения с управляющей компанией, чтобы потом не расхлебывать коммунальные беды. Какие тайны ЖГХ раскроет старшим по самарским домам, выяснил Андрей Горгуленко. В какую сумму обходится квадратный метр жилплощади, на какие виды работ пойдут коммунальные платежи, выяснить поможет дополнительный договор между собственниками жилья и управляющими компаниями. Жители самарских многоквартирных домов, заключившие такое соглашение, точно знают, за что они будут платить и на какие услуги рассчитывать. На сегодняшний день необходимо конкретизировать работу управляющих компаний и обеспечить их полное соответствие с теми параметрам, с теми функциями, которые они должны выполнять. Сейчас в Самаре только 2% многоквартирных домов имеют такой договор между собственниками и управляющей компанией. По этой причине, чтобы улучшить прозрачность сферы ЖКХ, по инициативе губернатора Самарской области в городе стартовали семинары, на которых слушатели будут обучать грамотному управлению своим домом и выстраиванию работы с управляющими компаниями с позиции собственников жилья. Я думаю, что абсолютное большинство хочет в том, чтобы за их средства оказывались понятные им услуги. И я абсолютно уверен, что когда мы сегодня выйдем с окончания с этим семинаром, то те, кто будут находиться в зале, поймут, как это сделать. Но наша задача – рассказать и помочь. Основная цель занятия – научить активных жителей распоряжаться своим имуществом, самим, как заказчикам услуг, диктовать правила управляющим компаниям, а в случае недобросовестного исполнения обязанностей научить собственников принимать любое решение, в том числе и менять управляющую компанию. Право собственников любого квартирного дома рассмотреть вопрос о том, что, наверное, стоит работать с другой управляющей компанией. И я думаю, это существенный достаточно рычаг в руках собственников. И управляющая компания любая не захочет терять, особенно если это действительно интересный дом с точки зрения собираемости и так далее. Это бизнес в первую очередь. Она просто вынуждена будет пойти на контакт. Такие семинары до 27 сентября пройдут во всех районах города. Вход на них свободный. Андрей Горгулинка, Максим Гусев, Константин Головин. События. Контроль качества асфальта через каждые 100 метров по улице Алексея Толстого будет проходить гостевую маршрут Чемпионата мира по футболу, и потому ее ремонтируют комплексно. Саму дорогу, тротуары и газоны. Деньги на ремонт самарских магистралей выделены из федерального областного бюджета по программе «Безопасные и качественные дороги». Почти 2 миллиарда рублей. Потому тому, как их тратит особое внимание. Качество ремонта улиц Алексея Толстого вместе с экспертными общественниками проверил Сергей Кизоркин. Каждые 100 метров в новой дороге сотрудники лаборатории муниципального предприятия «Дорожное хозяйство» высверливают образцы закатанного асфальта. На этот раз под аппарат попала улица Алексея Толстого. Здесь укладку верхнего слоя шебеночно-мастичного асфальтобетона, более устойчивого к перепаду температуры нагрузкам, завершили неделю назад. Работу дорожной лаборатории можно сравнить с антидопинговой проверкой. Здесь тоже, как и в большом спорте, ставки высоки. Только накануне золотые медали, а миллиарды рублей с федеральной казны. Все образцы асфальтовых проб маркируются, составляется акт. И только после этого шайбы высотой не менее 5 сантиметров, что соответствует толщине асфальта, отвозят в лабораторию на экспертизу. Будут испытаны на водонасыщение, уплотнение и физико-механические качества в большей части соответствуют. Через два дня лаборатория даст оценку ремонта дороги. Если нарушения будут найдены, строители за свой счет в кратчайшие сроки заново закатают асфальт на забракованном участке. А отверстие от кернения подрядчик должен заделать максимум за неделю. Мы за этим контролируем, по необходимости мы пишем официальные письма, если они отклоняются от этой работы. Если не проходит данный участок, он вычеркивается из объема работы. До того, до тех пор, пока подрядчик не переделает. И заново не предъявит его с дополнительными отборами уже кернов на этом же участке. Браком считается низкая плотность закатывания и недостаточная толщина асфальта, рассказывают эксперты. Важно, что на контрольные проверки приезжают представители Народного фронта, управляющие микрорайонов и общественные палаты Самары. Вопросов возникает много. От незакрытых колодцев и незаделанных кернов до непосредственного ремонта дороги. А еще между фрезерованием и укладкой нового асфальта порой проходит немало времени, что недопустимо, считает Народный контроль. Подрядчик таким образом оптимизирует, допустим, свои расходы. Освободилась техника, они ее пустили, срезали верхний слой асфальта. И потом, когда у них освободилась техника, они пригнали ее и уже сделали новый асфальт, как положено. Но при этом, конечно, надо исходить из интересов людей в то же время, да, и эти сроки сжимать, делать их минимальными. Более подробно эти вопросы будут обсуждаться на заседании в городской общественной палате, чтобы работы выполнялись максимально эффективно. Самое главное и самый главный аспект – это гарантия. Вот зачем надо следить за гарантией дорожного покрытия. Потому что это как раз и будет самое главное. Тем более в преддверии Чемпионата мира 2018 года это самое главное, чтобы у нас дороги были в порядке. И чтобы гости, все приглашенные на Чемпионат мира 2018, могли ахнуть от наших дорог и от нашего качества. Но впоследствии этими дорогами будем пользоваться, конечно, мы. Завершить комплексный ремонт улицы Алексея Толстого подрядчик планирует в октябре. На дорогу нанесут разметку. Кроме проезжей части придут в порядок парковки, бордюры, тротуары и газоны. Гарантия на все работы 5 лет. Если за это время какой-то элемент улицы придет негодный, то строители бесплатно его отремонтируют. Андрей Горгуленко, Сергей Кизоркин, Станислав Левин. События. Пантусы, поручни, тактильная плитка, информационное табло – такими должны быть современные города. В Самаре прошел курс лекций от международных специалистов, которые рассказали об универсальном дизайне для создания безбарьерной среды. Подробности у Марианы Мирной. Если в городах не будет барьеров для людей с ограниченными возможностями, то и граждане не будут чувствовать себя инвалидами. Термин может отпасть сам собой, уверен международный борец за комфортную жизнь для людей с особенностями здоровья Сергей Чистый. В Самару он приехал поделиться опытом других стран и городов, причем как позитивным, так и негативным. Проблем в создании условий для маломобильных граждан много, особенно в исторических центрах городов. Расчеты показывают, что обычно переделывать – это где-то раз в 10 дороже, чем сделать заново. Вот эти вопросы решает уже, наверное, все-таки город. И его задача – создать условия, особенно в связи с тем, что сейчас чемпионат мира готовится, и учесть условия доступности каждого дома с тем, чтобы потом ему не надо было еще специально себя приспосабливать. Город без барьеров – пока только мечта для тех, кто в этом нуждается. Ведь инвалиды тоже должны иметь возможность ходить в магазины, парикмахерские и кафе. При этом во всем городе необходимо соблюсти единую систему обозначений. Принципы универсального дизайна и предполагают, что должно быть все, начиная от пантуса, поручни. Причем есть технические требования, которые должны соблюдаться при выполнении вот этих вот, изготовлении вот этих элементов доступности. Какой высоты должен быть поручни для ребенка, какой для взрослого человека, какой угол наклона пантуса, на кой расстоянии от лестницы должна устанавливаться тактильная полоса, плитка. Лекции для представителей администрации и общественных организаций носят рекомендательный характер, хотя многое из сказанного может найти отражение в будущем городской среды. Марьяна Мирная, Максим Гусев. События. Ничто так не поднимает настроение, как новая сантехника. Жители муниципального общежития каждое утро встречают в чистой, сверкающей умывальной комнате. Трубы сухие, раковины целые, а стены и полы сверкают чистотой. Предприятие, обслуживающее общежитие, постепенно создает более комфортные условия жизни в помещениях, в чем и убедилась Марина Матвейшина. Сверкая от солнца из окна, новые экраны подмигивают каждому жителю общежития. Умывальные и туалетные комнаты теперь здесь как новые. Во время текущего ремонта заменили плитку на полу и стенах, сделали новый потолок и, главное, поменяли всю сантехнику. Жители не могут нарадоваться и даже руки стали мыть гораздо чаще, чтобы лишний раз воспользоваться красивой раковиной. Довольно ремонтом. Настроение есть жить дальше. Радует чисто, красиво. Было ужасно. Было все чекло, во-первых. Все было старое, все ломалось. А туалет, в туалет невозможно было идти. Здание обслуживает муниципальные предприятия по эксплуатации общежитий. В его ведении более ста домов. Каждая требует заботы и порядка. В прошлом году за счет собственных средств удалось отремонтировать восемь общежитий. В этом году пять. Кроме этого, предприятие обновляет парк спецтехники. Старый подъемник, прослуживший верой и правдой почти 30 лет, заменили на новый. Галифия, поздравляю. Уручаю ключи. Техника, чтобы работала всегда нормально. У нас впервые за несколько лет обновление парка происходит. А тебе, как лучшего водителя, новая машина. Спасибо. Техника многофункциональная. Летом помогает пилить аварийные деревья, приводить в порядок фасады. Зимой очищать крыши от снега и наледи. Еще один помощник – погрузчик. Новую спецтехнику предприятие покупает впервые за 10 лет. Все это стало возможным за счет хорошей собираемости платы за коммуналку. У нас выросла оплата за жилищно-коммунальные услуги. Не побоюсь сказать, наверное, больше, чем в других предприятиях области. И составила в прошлом году 101%, а в этом году уже 101%. Люди начали просто выплачивать долги. Люди увидели работу, которую мы проводим. Соответственно, начали повысить платежную дисциплину. То есть всегда какие-то положительные вещи приходят. И отдача от людей. Хорошо, что они это понимают. Снижать темпы в предприятии не собираются. Уже в следующем году планируют увеличить сумму на текущий ремонт мест общего пользования до 50 миллионов рублей. Постепенно будет обновляться и автопарк. Общежитие постоянно находится под вниманием и контролем мэра Самары. Олег Фурсов поручил улучшить условия проживания в них. И предприятие поэтапно решает эту задачу. Марина Матвеевшина, Максим Гусев, События. Далее, коротко о других событиях дня. По тоннелю на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова утром 1 сентября поехали первые автомобили. Правда, пока только в одну сторону. Проехать можно только в сторону улицы Денитрова. А вот развязка на пересечении Московского шоссе и Ракиты до сих пор не открыта. Реконструкция Московского шоссе началась в 2014 году. Сейчас идет второй этап ремонтных работ. Перестраивают главную транспортную артерию города от проспекта Кирова до выезда из города. В Самаре начали воровать животных. Ночью 29 августа из конюшни на улице Халиловской в Куйбышевском районе неизвестные украли четырех породистых и дорогих лошадей. Орловского рысака, русскую рысачку, американку и ахилтыкинского жеребенка. По словам одного из тренеров конного клуба, все произошло в промежуток с полуночи до двух часов. Преступники перекусили кусачками цепи на дверях конюшни, лошадей погрузили в машину, возле места происшествия остались следы от шин. Владелец лошадей написал заявление в полицию. Региональный Минздрав предупреждает, у каждого третьего самарца есть проблемы с питанием. Также среди факторов риска низкая физическая активность и курение. Но есть и положительные тенденции. Специалисты Министерства здравоохранения отмечают, что среди причин естественной убыли населения стало меньше онкологии, болезни системы кровообращения и органов дыхания. Младенческая смертность снизилась на 18%. Количество прямых рейсов из Самары в Дубай выросло. В осенне-зимнем расписании международного аэропорта Курумыч, который вступит в силу 29 октября 2017 года, запланированы семь прямых регулярных рейсов в неделю. Улететь в крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов можно будет во все дни, кроме вторника. Обслуживать это направление, популярность которого стремительно растет, в новом сезоне будут сразу два перевозчика – Уральские авиалинии и Флай Дубай. Напомним, по итогам первого полугодия пассажиропоток на маршруте Самара-Дубай увеличился в 2,5 раза – до 17 тысяч пассажиров. Один из главнейших праздников в исламе в этом году пришелся на 1 сентября. Мусульмане всего мира отмечают сегодня священно-исламский праздник окончания хаджа. Курбан-Байрам – праздник жертвоприношения, который учит о покорности, терпимости и любви к ближнему. Тысячи самарских мусульман собрались сегодня за светло у входа в Самарскую соборную мечеть, чтобы совершить праздничный намаз. Как сообщают в областном полицейском главке, в Самарской области в 33 населенных пунктах региона планируется проведение 50 культурно-массовых мероприятий, посвященных празднику. По предварительной информации, в них примут участие более 15 тысяч человек. Это далеко не вся картина дня, и вот о каких событиях наши журналисты готовы рассказать в следующих выпусках. Все по первому классу. Новая школа в Южном городе открыла двери для полутора тысяч учеников. Новый учебный год – год футбольный. В самарских школах первый урок посвятили чемпионату мира. Праздник тех, чьи мечты всегда сбываются. Газовиков и нефтяников поздравляют первые лица региона и города. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 14 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам, увидимся! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА